всем привет я короче из сибирсофта занимаюсь там мобильной разработкой кучу времени недавно рассказывал у нас странный доклад про хендлеры луперы и события в андроиде и вот теперь расскажу его у вас собственно о чем будет идти все здесь наверно все знают что вот это за инструкция чана делает да да машите там что ли что да вот собственно рассказ исключительно про андроид ну хорошо а кто нибудь знаешь собственно что внутри эта конструкция делает ну вот на уровне системы а что такое хендлеры отлично значит я расскажу будет не совсем скучно собственно и про события изначально в повестке темы были события какие бывают события вот собственно событий в андроиде куча он креет он стоят он стоп он дестрой у вьюх есть события он дроу он межер и вот все они откуда-то вызываются изначально я собственно задался вопросом откуда они вызываются и как это работает и на самом деле не особо пришел к конечному результату ночи нашел расскажу вот но сначала аналогия того что события это ложь тут я должен рассказать пример про клавиатуру что на самом деле у современных юсбшных клавиатур у них нет прямой реакции между тем как ты нажимаешь клавишу и как срабатывает событие в системе то есть если раньше в ps пополам клавиатурах это было прямое прерывание процессора ты жмешь на клавишу вызывается прерывание на процессоре происходит какое-то действие в системе он вызывает какой-то код то сейчас из-за того особенности юсбшины контроллер клавиатуры вызывает опрос через определенные интервалы времени всей клавиатуры собирает целиком ее состояние и находит собственно разницу между тем какие клавиши были нажаты или какие нет и уже из этого вызывает события то есть как бы прямой причинно-следственной связи по сути нет и аналогичная ситуация в андроиде со событиями например нажатия на экран визуально кажется что пользователь тыкает на экран и это вызывает вызов события он клик сразу в коде но на самом деле там тоже нет прямой связи там тоже все через собственно систему хэндлер вупер и вот все про что я буду рассказывать вот к этому такая аналогия я думаю здесь не обязательно прям рассказывать собственно с чего начнем все общение внутри андроида построена на событиях здесь представлен класс месседж он содержит кучу всяких разных полей он содержит object он содержит разные идентификаторы нам важно увидеть что он содержит возможно может содержать callback собственно который будет вызываться а хендлер ссылку на него который будет этот callback вызывать ну и кучу всякого дополнительного мусора собственно все события в андроид они происходят ну практически все по вызову посредством того что приходит какое-то сообщение куда оно приходит есть класс лупер здесь представлен его основной метод клуб который собственно занимается тем что просто выбирает сообщение из очереди проверяет ну даже не он проверяет он вызывает у них собственно метод сейчас скажу чё тут он вызывает он берет хендлер из сообщения и вызывает у него метод dispatch message передавая туда сам этот месседж вот собственно вся задача лупера в том что он выбирает сообщение вызывает у него dispatch message все а фишка в том что во первых вот этот вот метод q next это особый метод он в нативном коде то есть он уже неявовский он реализован на уровне системы он блокирующий но при этом он не вызывает жора процессор то есть принцип такой вот этот лупер он ну а не а дальше тогда покажу и вернусь к этому моменту чтобы последовать собственно схема как это взаимодействует у нас есть сообщение есть бесконечный цикл в котором они обрабатываются они туда приходят ну собственно и все какой давайте дальше handler handler это как раз инструмент который сделан существует для того чтобы вкладывать сообщение в очередь у него из основных методов там конечно есть вот это как раз собственно метод post это место метод хендлера post delay и кучу всего отличаются они в основном тем что post delay в случае если времени нулевое он тоже использует уже нативный механизм который откладывает выполнение callback а ну то есть он ставит его определенное место в цепочке но суть у них одна они кладут дополнительные они создают месседжи кладут его в цепочку сообщений вот и метод dispatch message вызов которого мы видели который получает сообщение он делает вот что сообщения могут быть либо с callback а если мы вызываем опять же post то там будет обязательно callback и это какой-то рано если callback есть он вызывает если его нет то он проверяет или тут наоборот да тут все правильно говорю если его нет то он вызывает метод handle message и уже как конкретного хендлера мы можем реализовать handle message который будет обрабатывать как-то сообщение кастомные которые мы написали ну и да из цепочки сообщения можно удалять сообщения сами разработчики android активно пользуются например в ситуациях когда мы по моему сворачиваем приложение если в цепочке в этот момент есть вызовы методов он резюм или он старт то они оттуда выкидываются чтобы не произошло конфликта последовательности действий так собственно в юрод хендлер это хендлер который есть системе пример его кода небольшой который получает сообщение для в юг вот тут видно что на самом деле в андроиде все дописано довольно трешово то есть он получает сообщение по коду и в зависимости от кода из месседжа там куча всяких полей он выбирает что именно взять использовать и что сделать а дальше мы посмотрим как можно этими штуками управлять вручную правда не нужно вот более красивая схема всего этого то есть хендлер загружает сообщение и получается соответственно из лупер информацию о том что его надо обработать лупер просто крутит сообщение сообщение просто крутится все пока просто и понятно хендлер трек это то что можно использовать разработки в андроиде есть встроенный инструмент если вы не хотите тянуть какие-то библиотеки для того чтобы взаимодействовать между потоками или если у вас какое-то простое взаимодействие между двумя потоками да собственно все библиотеки практически внутри используют вот этот же инструмент тот же rx ну не rx этот как он называется там рилм рум вот все они внутри используют хендлер треды собственно это просто готовый тред в котором есть лупер лупер как мы помним это бесконечный цикл то есть он после вызова метода лупу он никогда не завершается этот тред будет висеть до тех пор пока его не стопнешь вручную вот ну и да ему соответственно можно отправлять сообщение и так далее вот вопрос который мне очень понравился луперу . это короче лупер он ссылается на мейн лупер не на мейн лупер а сейчас скажу как это работает лупер хранится в тред локал хранилище то есть у каждого потока если ты его создаешь он локальный он только один вот соответственно лупер через статическую ссылку ссылается на лупер текущего потока в данном случае это я и поток мы видим это потому что это с этом кликли с ним и тут бесконечный цикл вот вопрос сколько раз вызовется значит влог напишется надпись infinity loop и что вообще произойдет может приложение повиснет не повиснет ваше предположение больше предположения отлично я тоже на самом деле не угадаю что произойдет на самом деле ничего не произойдет приложение будет выполняться дальше штата и infinity loop не выявится ни разу сейчас объясню почему да то есть фактически после этого никаких эксцепшенов ничего не будет просто приложение будет дальше штатно выполняться сейчас объясню почему строчка лога не вызовется нет нет он не выполнение остановится здесь и дальше приложение будет дальше штатно да да именно а сейчас объясню так тут пример но я думаю нет особого смысла то есть что на самом деле внутри rx а в шедлеру get main чуть-чуть там main looper что ли нет да короче когда получаешь в rx и main shaddler то он работает через ту же ту же самую схему взаимодействия через хендлеры и в большинстве библиотек внутри на самом деле завернут то же самое то есть через что там можно переключать потоки я уж не помню через карутины если там то там тоже есть какая-то конструкция которая позволяет переключать потоки она тоже использует внутри андроида тоже handler и тоже main looper и так далее кстати говоря looper get main looper это можно получить откуда угодно откуда угодно создать хендлер не обязательно тащить контекст если вы хотите вызвать пост какого-то кода в main thread вот так тут схема взаимодействия а вот тут уже интерес как работает собственно android приложение в мы знаем что android это почти явовское приложение но не совсем на самом деле там нет метода main и если его поискать то его там нет даже в исходниках приложения после компиляции но на самом деле я у приложения без метода main работать не может поэтому собранное приложение после установки на android заворачивается в этот некий контейнер в этом контейнере есть activity thread и еще некоторые классы исходники их можно посмотреть прямо из студии и там есть метод main это короткая схема того что откуда и как вызывается на самом деле я думаю не особо она здесь и полезно но можно посмотреть что при запуске приложения вызывается метод main после этого он что-то делает он стартует у упер главного потока после этого поток в котором стартовал этот упер назначается ей потоком и вот приложение все оставшуюся его жизнь он будет именно ей поток ну и далее он стартует создает главный хендлер и так далее и вызывает металл но это давайте уж на коде посмотрим на коде я думаю наглядь вот метод активе титры с него начинается каждое запущенное приложение в android я убрал некоторый код который там был который не особо интересен нам в контексте данного доклада но мы видим что тут вызывается лупер prepare main looper он проверяет собственно если мы main looper если нет создает а создается новый activity thread activity thread это наследник хендлер трэда который содержит плюс всякие штуки которые нужны для activity там миллион строк кода они все страшные далее выполняется метод трэда touch который здесь выделен это метод в который устанавливается чтобы поток который сейчас есть это и будет ей поток и собственно говоря что тут еще main handler выставляется и далее мы видим что вот он вызывает смерть лупер луп тот же самый вызов фактически что мы видели на том экране и что после него идет выбрасывание runtime exception что подразумевает что он никогда не должен завершить мы вспоминаем что лупер луп вызывает бесконечный цикл который обрабатывает сообщение собственно почему ничего не упадет а когда мы вызываем лупер луп еще раз давайте вернемся к его коду наверное чтобы понагляднее вот то вот он у нас вызвался и сейчас он допустим ожидает сообщение ничего не происходит в системе все всякие системные операции они приходят виде сообщений ничего не происходит он ждет мы значит кликаем на кнопку которая у нас там была у нас присылается сообщение в котором в качестве колбека содержится вызов вот этого кода который мы там написали вон клик собственно в качестве сообщения там будет да вызов метода лупер луп он его вызывает вот в этой строке и попадает снова на этот же код на этом же коде он снова получает мейклупер снова получает месседж кью тут нет никаких проблем выполнения все это можно выполнять сколько угодно раз снова попадает в бесконечный цикл из того места ожидает приход следующего сообщения то есть получается он из того бесконечного цикла попадает во вложенный бесконечный цикл но при этом из-за того что сообщение система продолжает обрабатывать то выглядит это так как будто бы система работает штатный ничего не произошло а до того кода никогда не дойдет но мы немного памяти скорее всего потеряем потому что там утечет что-нибудь но в целом вот так это работает понятно более-менее почему так происходит я думал кстати что он запустит вот этот опять бесконечный цикл типа он там зависит просто но вот если вы когда-нибудь кодили под windows с windows api который вот тремный ты еще там была такая фишка что если ты выбираешь выполнять потоки долгую операцию то он тоже у тебя повисает и кидается сообщение о том что приложение зависло и там был специальный метод который вызывал принудительную обработку всех сообщений пришедших от системы вот и если ты его вызывал то есть там какая-то операция в цикле которая с 1000 итераций и при этом ты внутри вызывал эту строчку то у тебя никакого зависания не было потому что системные сообщения продолжают обрабатывать тема думает что все ок тут тот же принцип системные сообщения продолжают обрабатываться и для пользователей и для приложения везде все все ок так про хендер собственно зачем они используются в android это пример класса h из activity трэда это хендер главного главный хендер приложения скажем он получает миллион разных событий вот тут можно посмотреть там на самом деле но по-моему кстати вот это все события которые он получает но а тут можно заметить что они начинаются с 110 а не сотого и это неспроста потому что на самом деле он получает еще и события с числами от 100 до 110 но почему-то они их не зафиксировали в константах и из того что я смог отловить это событие он старт он стоп по моему он старт был 105 он стоп сто седьмой и еще вот эти вот он креет для первого активити и еще некоторые события то есть вот эти системные события которые мы видим в каждом активите они приходят к главным хендерам активити трейд а приходят они туда таким способом нативный код из активити трейда после запуска приложения дергает ссылку на вот этот page и уже туда в цепочку сообщений докладывает сообщение о системных событиях дальше я покажу как можно всякие системные события перехватывать обрабатывать руками но вот если попробовать перехватить он старт он стоп и вот эти вот критические то обработать их вручную и запретить им выполнять все нельзя это вызывает падение приложения ну как нельзя можно но это вызывает падения приложения впрочем и игнорировать и к тем ни менее можно так про немного про то чё есть непосредственно в системе в системе уже есть некоторое количество хэндлеров до которых можно при большом желании через reflex и хитрые костылы достучаться не нужно конечно нет ни в коем случае не нужно это делать но веселье ради можно Это то, что мы уже видели, хендлер OS, Android OS-хендлер, который в Activity Trade. Это ViewRoot-хендлер, который находится в Android View, ViewRoot Implementation. Он отвечает за всякие события отрисовки. Хореографер отличает за события кликов и подобные вещи. Там, по-моему, еще не вот с клавиатуры, что-то еще там было. Ну, в общем, за интерактивность, связанную с... И большую часть тендеринга. А, ну, возможно, да. Я, честно говоря, не помню. Input Method Managers получает события ввода. И, кстати говоря, тут еще должен быть, по-моему... А, ладно, не суть. Они там еще есть какие-то, но это, в принципе, не важно. Вот. Просто это то, что есть. Поехали дальше. Немного про то, что можно сделать, если... Вообще супер. Не то, что реально можно использовать в приложении. Во-первых, классная штука – это добавление, логирование сообщений. Вот это срабатывает редко, но метко. Когда где-нибудь... Ну, я рассказывал пример. Когда ты обновляешь несколько библиотек, допустим, у тебя вышел новый суппорт, и ты обновил... Ну, это уже не актуально, ну, не суть. Обновил пять библиотек, десять, а лучше пятнадцать. И у тебя после обновления библиотек падает, и причем падает непонятно где, и в качестве сообщения ты получаешь, что там какой-то хендлер, где-то вот, ну, pointer exception, что-то такое. В логах непонятная каша, непонятно даже откуда. А такое периодически бывает. Добавив логирование, мы видим все сообщения, которые проходят через main looper, или в случае, если у нас мы можем создать свой хендлер-трет, он будет не на main looper, а на своем, соответственно, и мы можем его события логировать, смотреть сообщения, которые приходят к нему. Там довольно подробно пишется, то есть классная штука. Вторая вещь, которую можно использовать, довольно интересная, это idle handler. Собственно, в чем соль? У нас в приложении пользователь, когда пользователь у нас с приложением как-то взаимодействует, то он постоянно что-то делает, посылаются сообщения, сообщения висят в цепочке, то есть они накапливаются там, и обрабатываются последовательно. Если так случается, что у нас сообщения кончились, то вызывается вот этот вот как раз callback, idle handler, который показывает, что сейчас очередь пуста и система простаивает. То есть если у нас есть какая-то операция, которую нужно выполнить тогда, когда ничего больше не происходит, ну то есть там какое-нибудь ненужное логирование аналитики и ничего-нибудь такое, что не должно вызывать тормозов у пользователя, не должно вызывать никаких проблем для его работы, и может быть даже довольно тяжелое, вот мы можем впихнуть это сюда. Собственно, возвращаемый аргумент там просто показывает, то вызывать его в следующий раз, когда освободится очередь, или нет. То есть если мы возвращаем true, то в следующий раз он будет заново его дергать, если false, то он вызовется только один раз, когда первый раз эта очередь, собственно, остановится. Дальше. Дальше всякая ерунда, которой можно заниматься. Например, через рефлексию можно вытащить, что-то мы тут вытастили, вирутхендлер, и отправить в него какое-нибудь событие из списка тех, которые мы видели. В данном случае я отправлял ему событие Dispatch Upvisibility. И, собственно, на анимации видно, что мы тыкаем, и все вьюхи перестают отрисовываться. Совершенно не нужно, но забавно. Если у нас есть какие-то вещи, которые... Ладно, я чуть-чуть позже объясню, когда это может пригодиться. Так. Нет, давайте сейчас объясню. Ладно. Собственно, бывают ситуации, когда у нас есть какое-то действие от заказчика, какое-то требование, которое нужно сделать вчера, и его нельзя сделать нормально быстро. Вот в таких случаях можно достать какой-нибудь из андроидовских хендлеров, зафигачить в него какое-нибудь сообщение. Можно, например... Кстати... А, ну да, там дальше будет. Можно отключить интерактивность клавиатуры, можно отключить текстовые поля, можно еще что-нибудь сделать. Но делать так, конечно... По-нормальному так делать не надо. Но вот если это надо сделать вчера, и как временное решение, то можно использовать такой подход. Дальше. Дальше самое интересное. С чего я все... Я все это затеял, собственно, такое мое исследование было, потому что мне хотелось самому обрабатывать сообщение. Вот есть вот этот вот мейнлупер, он обрабатывает сообщение, и это неинтересно. А очень хотелось. И видеть все, что происходит в системе. При этом, если вы не заметили, то перегрузить его нельзя. Его даже через рефлексию нельзя перегрузить, потому что все классы там файл. Но дальше я покажу хитрый трюк, как можно это сделать. Собственно, мы видели тот код, который был примером, что мы вызываем looper loop вручную, и система не зависает. Берем и пишем сами бесконечный цикл. Вот просто абсолютно в наглую, в любом месте приложения. И сами вручную, через рефлексию, достаем Message Queue, и сами вручную обрабатываем сообщение. Тогда, опять же, несмотря на то, что мы вроде как выполнили бесконечный цикл в UI потоке, и это должно привести к тому, что ничего больше не работать не будет, приложение при вот таком коде будет вести себя вполне штатно и работать дальше, несмотря на то, что какая-то хрень на самом деле происходит. И в таком случае мы можем уже обрабатывать любые сообщения как угодно. То есть в чем прикол? Да, собственно, тут есть хороший пример. Мы можем это, например, сделать библиотеку, ну, это такой по безопасности пример. Мы можем сделать библиотеку, которая там, не знаю, красит шрифты красивые выводит или что-нибудь такое, добавить в нее вот такой код и читать текст, вводимый во все текстовые поля просто, потому что мы будем получать все сообщения ввода. И пользователи, которые подключат нашу библиотеку, у которых мы, конечно же, будем воровать пароли под средством таких махинаций, ну, пользователи, в смысле, программисты, пользователи нашей библиотеки, они никогда и не подумают, что там происходит такой трэш, что вот библиотека как-то может читать сообщения во всех текстовых полях. А она может, она может даже больше. В конечном итоге мы можем модифицировать это сообщение на лету и полностью заменять происходящее на экране, творить любое безумие. Собственно, все это происходит именно за счет того, что в андроиде все взаимодействие между разными элементами системы строится в основном именно на сообщениях и практически любое действие, будь то мигание курсора, каждый раз, когда курсор мигает, это сообщение отправляется в Viewroot Handler и он меняет, собственно, отрисовку вот этой штуки. Он там дальше пересылает в хендлер уже непосредственно курсора, как-то он там называется, не помню. Я хотел для примера еще сделать, чтобы курсор мигал в твое быстрее, но там так все написано хитро, что не подлезешь. Ну, в принципе, вот. Если захотите что-нибудь такое сделать, сами поставить эксперимент, нужно не напороться на некоторые проблемы. Во-первых, нужно, конечно же, исходники к Android Studio подключить и очень важно, чтобы исходники Android совпадали с версией девайса, на котором вы будете тестировать. Иначе, да, и это должен быть не Samsung и не Xiaomi. Потому что если у вас исходники не совпадают с версией Android, то у вас постоянно студия будет проваливаться при дебаге в... Ну, короче, не в тот код, который по факту выполняется. И если это Samsung и Xiaomi, то тоже. Причем Samsung еще пять лет назад отличались таким восхитительным подходом. Они реализовывали собственный лупер отличный от андроидовского. Это можно было словить очень любопытные баги. Я не знаю, может, тут кто-то встречался. А фишка была в том, что они пропихивали события взаимодействия с UI пользователей вперед, перед всеми событиями. И в итоге у тебя на одном девайсе последовательность выполнения одна, а на другом девайсе, на Samsung, ты жмешь кнопку, у тебя вроде как интерфейс отрабатывает быстрее, но последовательность выполнения не та, и все падает. В общем, замечательно. Классно произошло. Таким образом перехватывали текст на SGS3 и некоторых последующих тоже с этим сталкивали. Их тогда приняли в датамайнинге. Прикольно. Вот. Собственно, таргет API при сборке должен совпадать с версией Android, потому что иначе, опять же, там он будет делать магию с суппорт-библиотеками, опять будет не попадать в код. Ну и дальше можно дебажить и наслаждаться весельем. Собственно, вот такая история. И есть ли какие-нибудь вопросы? Есть один вопрос. А для какой версии API этот материал собран? Этот собирался, сейчас скажу, Android 6.1 версия API не помню какая. Ну, то есть, получается, фактически некоторые части уже могут быть невалидны. В принципе, да. Но там не особо что-то меняется. То есть на других девайсах, вот все, весь код, который я показал, он работает и на актуальных девайсах. Ну, то есть на Android 9 он точно работал. А, собственно, именно примеры. А исходники могут несколько отличаться, да. Ну, вообще, я правильно понимаю из того, что было сказано. Вот есть у нас Android framework API. Когда мы загружаем его на девайс, он загружается из внешнего источника, из прошивки. И потом, соответственно, поэтому такая разница на вендорских девайсах. Да, да, именно. Это вот вещи, которые типа activity thread, они уже берутся с девайса. То есть они не прикладываются к APK-шке. Мы останавливаем APK-шку и потом она оборачивается в эти вещи из системы. Собственно, поэтому, да, может возникать такая разница, что дебаггер будет смотреть не туда. У меня еще есть вопрос. Я, если, я со своими колокольными. Вот, допустим, ты сделал такую штуку, которая там прикладывает пользовательского вон. Это уже в каком-то какой-то схеме Google Play уже приванной APK. И если другой разработчик подключит в IP-у и отправит на review Google Play, что произойдет дальше? То есть смогут ли это задетект как бы на review в Google и сказать тебе, что ты используешь крутых и ньютон, потом уже посмотришь и увидишь, что там библиотека там перекладывает какие-то нажатия и что-то еще. Ну, в продакшене конкретно вот такую штуку я не использовал. Но мы использовали и более грязные штуки в продакшене. И они отлично пролетали в Google Play без проблем. Так что нет, скорее всего, никак они детектить не будут. У них там есть, так сказать, это. Единственное, что они детектят, это, если ты берешь из сети данные и компилируешь их в код через, как там этот инструмент объявленный называется, который позволяет компилировать на лету. джек-компилятор. Они детектят исполнение дэкс-файлов. Вот. За это они банят. И то не всех, а только если вы не избранный. Например, я точно знаю, что в приложении Алиэкспресс есть это дело. И у них там чуть ли не треть приложения раньше на лету подсасывалось из сети и ничего. Им разрешили. Xiaomi, кстати, тоже подобным занимаются. То есть, почему для них сделано исключение непонятно. Да, это на самом деле у Гугла есть возможность договориться. Я когда на одном проекте работал, у нас там были прямые контакты с ними. Это был внешний проект. У нас были с ними прямые контакты. И у нас тоже приложение не проходило модерацию. Там была какая-то странная айпишка. Там менеджеры быстро с ними связались, и они пропихнули спокойно абсолютно дальше приложение без каких-либо. То есть, у них не строгая политика, а политика договоренности в Гуглплей. Все зависит от того, сколько денег ты приносишь в какой-то рейтинге. А разработчики андроиды вообще не начали с этим делать, потому что там всякие доктор ВФ, Касперский публикуют какие-то статистики, что там типа 300 тысяч приложений воруют то-то, столько приложений воруют то-то, ты подключаешь кастовую клаву, она у тебя ворует то-то, и так далее. Типа это же все, наверное, делается по-другому походу, типа через перехватывание системных сообщений. Не, проще на самом деле. Кастовная клау, например, получает весь год прямо от пользователей. Я думаю, никаких сложностей. Я думаю, что в большинстве случаев тут суть в чем, это проблема больше разработчиков, чем пользователей, потому что это мы можем подключить в библиотеку и не посмотреть, что там в книжках, и оно будет у нас воровать данные. Но с точки зрения системы, они же не утекают в другое приложение. Как бы разработчики, вот вы подключили такое, вы дураки, а у нас система безопасная, она изолирует приложения друг от друга, у других приложений ты таким образом ничего почитать не сможешь с их системной вызовами и прочее. То есть там все, тебе приходят только те сообщения, которые адресованы твоему приложению. А то, что такие проблемы, я думаю, что они как-то это будут решать, но это надо, наверное, у разработчиков Android спросить. Ну, а если, например, предотвращать тем, что, вот, как Денис еще начал, хорошим ревью на этапе залеза в приложении, там такое не пролезет. Ну, просто Apple, они относятся как бы не к тому, что ты делаешь для своих пользователей, а по сути, они относятся, что ты делаешь как бы для их пользователей. И они в первую очередь думают о тех пользователях, которые как бы каждый день заходят в store, и они хотят все это дело, так сказать, ну, не дай тебе сделать что-то плохое. Ну, они, может быть, конечно, молодцы, или наоборот не молодцы, но в Android такой фигни нету, и, по крайней мере, я не могу сказать, что именно мы заливали в Google Play, но когда у нас была задача именно реализовать фичу вчерашним днем, а она была нереализуема, там были очень грязные трюки, и ничего страшного, проходило и модерацию, и заливалось, и никаких проблем. То есть, если там есть код-анализ, то он может быть слаб. раз это лукер для приложения, правильно значит, что ты можешь таким образом перехватить только все сообщения, которые адресованы вот именно внутри твоего приложения. Да, да. То есть, какого-то там внешнего интента я не могу там перехватить. Ну, ты можешь перехватить внешние интенты, адресованные твоему приложению, то есть, ты можешь заставить некорректно работать методы там OnStart или какие-то еще, или вот я показывал то, что от клавиатуры приходит сообщение нажатия, чтобы оно отрабатывало не так, но что-то более критичное нельзя сделать. Я пытался подлезть в системные сервисы, то есть, в сервис ввода и фигачить что-нибудь в него, но вот это обычно просто приводит к тому, что приложение падает. Может быть, если потратить на это больше времени, то можно найти, куда там можно подлезть через рефлексии, но скорее всего нет. Скорее всего, тут отрабатывает то, что система знает, кому какие сообщения она должна отдавать, а изоляция, приложений друг от друга вообще строится ядром Linux, и там с этим проблем никаких нет. После этого, будучи Android-разработчиком, после такого доклада, он идеально пошел по всем проектам, глобальным поиском, выжать лупы, какие-то проверки использовать так, на всякий случай, потому что в iOS я этого не пугаюсь, а вот в Android, что это настолько просто. Я там, бля, я здесь, в iOS это же можно, даже самым простым путем идти, засвязать, просто все реализации, которые там, текстовое поле, без шестра. Ну, с Визлика они все на перекладку, на ревью. Ну, они будут там посмотреть. Незаметно это сложнее. Ну, короче, веселая штука. Мне очень понравилось, особенно. А, кстати, с какой целью ты туда вообще полезешь? В русской? Конференции на судне или что ты стал? Короче, с какой целью я туда полез. Мне сказали, вот у нас это, доклад надо рассказать на этом, на нашей конференции. И я обычно, я до этого рассказывал уже пару докладов, я обычно рассказываю что-нибудь такое, чтобы начиналось более-менее про правду, а в конце заканчивалось трешом. И мне захотелось влезть вот именно внутрь Android, посмотреть, как бы, про систему сообщений, это как бы, я уже знал, а захотелось именно заняться перехватом и ручной обработкой. Ну и выяснить, собственно, откуда берутся вот эти он старт, он стоп, он креет, а то на каждом собеседовании спрашивают цепочку того, как последовательность вызовов событий в активите, откуда они берутся, подишь потом и найди. Я вот копал русские-английские исходники хрен, ну исходники, русский-английский Google, хрен там что найдешь, без исходников вообще никак. И то все почти в нативе и непонятно. У вас вообще на Android есть? могут там крутить типа родному самому. Ну потому, что там типа вот в iOS в некоторых больших компаниях которые делают например вконтакте так лента все устроена типа они крутят волосами типа в андроиде вообще как-то юзается для каких-то там не знаю таких целей чтобы как-то ускорить не знаю как-то синтравизировать рендеринг я не знаю типа такого. Ни разу не видел что это использовалось где-то. Вообще ни разу. Может кто-то так и делает но они бы. Не больно. Да это в общем-то и не нужно особо. Я готов поспорить что в Facebook наверное использую. А, точно. Точно, точно. Да, и в Telegram тоже. В Telegram ничего. Исходники Telegram кстати очень рекомендую копать тем кому интересно. Они почти треть андроидовских классов переписали на свои то есть у них там свои реализации и они делали это потому что им не нравилось как они работают у них они работали медленно или плохо или что-то еще. По крайней мере судя по комментариям. Один вопрос. Насчет как бы я смотрел сколько такие айос вроде бы не смотрел. Вот эти компоненты они там считают герстку калькуляцию там еще что-то в бэкграунде или в главном? Они там а где как по большей части в UI. Вот. Еще вопрос? Ну, видимо нет вопросов. Спасибо. Там у нас же видео так есть новая презентация. Да, ссылка останется конечно. Правда я не знаю будет там что-то понятно без пояснений. Да, видео же будет. Ну, да. Если что код у вас останется. Спасибо. Зависим еще. Ну, можете пока еще что-то пообсурдать время еще есть. Там что-то интересно. Фрадомандроид. Фрадомандроид, да, действительно. Потому что я бы реально паранойя после этого стал. Ладно, всем спасибо, ребят, пока. Спасибо. 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 Спасибо.